Поздравляю всех с воскресным днём и с днём памяти святых научников и исповедников российских. Безусловно, мы являемся не просто духовными наследниками или историческими продолжателями церкви научников. Мы, как ни странно, живём в эпоху, которая создана была теми, кто пошёл за веру на смерть, за веру истинную, за Христа, за самое главное в церковной жизни. И как-то странно, что сегодня в мире официального православия довольно-таки часто говорят какие-то такие слова о научниках, которые, если так можно, конечно, вырыться, снижают их честь в тех, кто эти слова произносит. И это удивительно, конечно, и странно, и страшно. Потому что церковь, она в разные эпохи живёт, отталкиваясь от каких-то особых событий. Ранние христиане там жили непосредственно от событий, связанных с распятием и воскресением. Следующее поколение жило новообразованными общинами и созданием уникальной церковной жизни в виде того, что в 20 веке будет чаять как некий такой коммунистический идеал, то есть идеал общественный. И он только через 2000 лет как-то попал в поле внимания людей не церковных. Потому что всё это давно существовало уже и даже работало. Следующая эпоха – это была эпоха гонений в Римской империи, где прежде всего распространилось христианство, где христиане появлялись в большом количестве и образовывались общины, которые были вынуждены прятаться и служить тайно. Дальше остальные эпохи, когда и сами цари, и правители больших империй становились христианами, когда появлялось монашество. И вот каждый период он был каким-то таким особенным. Мы даже можем себе представить, как церковь выглядела в какую-то эпоху. Эпоха святителей Иоанна Затолуста, Василия Великого. Эпохи, опять же, непримиримости с ересями, в том числе с иконоборчеством. При преподобном Максиме Исповеднике и его ближайших учениках. В памяти Максима Исповеднике было вчера. И мы посмотрим, если на все эти эпохи и далее, и в русской церкви. С одной стороны, это крещение всего государства, всего народа. С другой стороны, постоянно какие-то попытки некоторых князей и общей власти церковь сделать какой-то своей служанкой. Или той, кто будет рассматривать мнение, отталкиваться от мнения силы, а не от истины. И вместе с тем, церковь всегда так или иначе сопротивлялась и боролась. И где-то мудро, где-то жестко избавлялась от навязанных ей извне каких-то условий существования, каких-то выгодных предложений. Потому что церковь, она свободна и независима. И для новомучеников и сплетников российских 20 века, мы знаем, что мученики 20 века, наверное, застали числом больше, чем все мученики в церкви вообще. Казалось бы, они вышли из церкви, которая была вполне себе свободной в государстве, в государстве христианском. И в то же время мы знаем, что 19 века, начало 20-го, это период какого-то духовного упадка. Об этом говорили многие проповедники того времени, в том числе Святой Иоанн Кронштадтский. И что оставалось в таком положении сделать людям по-настоящему верующим, людям истинной церкви? То, что они сделали, является для нас, не скажу примером, потому что вряд ли мы способны сегодня на то, чтобы последовать за ними. Но то, что они сделали, определило нашу эпоху, наше время. И не случайно сегодня мы служим етрудию в церкви гонимой, в церкви зарубежной, в церкви катакомбной. Все эти слова применимы к нашему сегодняшнему положению. Не только потому, что у нас часть церкви находится где-то вне пределов России. И не потому, что только что у нас в общине, например, есть человека с катакомбной церкви, с конкретной катакомбной церкви Ситовкара. Не только потому, что у нас там нет каких-то поддержки от государства, там еще как-то. Но потому, что мы так или иначе все время оборачиваемся на то, как церковь пережила 20 век. Мы хотели бы, и потому мы вместе собрались в итоге, мы хотели бы, чтобы церковь истинная была свободная, независимая. Чтобы церковь была по-настоящему истинной во всех смыслах этого слова. Чтобы главой в церкви был Христос. Чтобы в церкви господствовал соборный разум при содействии Святаго Духа. Чтобы то, что мы делаем, мы делали сами, искренне. И чтобы для нас это было действительно нужно. И в этой церкви были только те, кому вообще все это по-настоящему необходимо. И тот подвиг, который совершили новомучники, он не только был подвиг, не для них момент истины. То, что они сделали, они сделали не только для себя и своего спасения. И не для того, чтобы показать, что есть истинная церковь. Но и потому, что их честность, их состояние отношения к внешним людям, к другим христианам, которые не были так, может быть, стойки, оно было связано с любовью. И невозможно человеку пойти на страдание, смерть, невозможно оставаться там в истине. Невозможно, несмотря на то, что катакомонники были в гонении, зарубежная церковь в изгнании. И при этом государственная церковь, то, что мы называем сергианской или патриархией, благоденствует. И несмотря на все вот это, все равно оставаться примером ради того, чтобы сохранить в людях веру в то, что не все в этой жизни продается, не все можно взять силой. И невозможно никогда Христа заставить поклониться человеку и миру сему. Но наоборот, человек поклоняется Богу. И вот это их действие является любовью по отношению ко всем, кто жив дальше и пребывает в церкви истины, в том числе к нам, к каждому из нас. И их мученическая кончина, их любовь, она и является той эпохой, в которой живем мы. И возможно нам единственное, что и остается просто продолжать именно их ветвь, их линию и возможно их честность, искренность и мужество, и благодать, которая была им дана, она каким-то образом и коснется нас. Поздравляю всех с этим днем. Жестненько поздравляю с причастием в святых, живущих Таин Христовых, Ангел Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok